Ивановцы готовы к труду и обороне. В субботу в регионе стартовал День гражданской обороны. Именно стартовал, ведь в этом году мероприятие решено проводить на протяжении пяти дней вместо одного. Слишком много намечено проверок. Первое, наверное, самое главное мероприятие, которое мы ставим, чтобы было достигнено в ходе пройдения тренировки, это знание руководящего состава областного уровня, муниципального уровня, руководителя организации своих задач по выполнению мероприятий по защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций, как в мирное, так и в военное время. И при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Второе, конечно же, мы элементы гражданской обороны будем развлечивать практически. Это мы развернем и пункты, где будет собираться эвакуимерное население, и пункты, которые будут его принимать. Мы развернем пункты выдачи средств индивидуальной защиты населения, посты радиационно-химического контроля. И на основании практических действий, при необходимости, будут уточнены и откорректированы планы, по которым мы сейчас работаем. День гражданской обороны хоть и считается праздником, но совсем не повод отдыхать. Так что начинается день с раздачи поручений от министра МЧС. На Ивановском и в Химпроме в это время произошла условная катастрофа. Из-за ошибки сварщика в резервуарном парке нефтепродуктов взорвалась пятитонная емкость с мазутом. Но и это не все. Из-за взрыва произошла разгерметизация баков с соляной кислотой и разлив опасной жидкости в объеме 10 тонн. Задача спасателей – как можно быстрее прибыть на место происшествия, локализовать пожар и нейтрализовать действия кислоты. При соприкосновении с воздухом она разрушается. И в зону действия, которая здесь находится, в близлежащие дома, населенный пункт, может попасть около полутора тысяч человек. Мы сейчас осаждаем это облако, а впоследствии вся та вода, которая будет скапливаться после разбавления, будет с песком перемешана и захоронена. В случае реального происшествия горожан сперва оповестят о случившемся, а затем эвакуируют. В Иванове останутся лишь подразделения, обеспечивающие жизнь города и ликвидацию последствий катастрофы. Жить им предстоит в специальных убежищах. Вот одно из них. Защитно-герметические двери предназначены для изоляции внутренних помещений защитного сооружения от окружающей среды. Фильтровентиляционная установка в убежи обеспечивает подпор воздуха в несколько миллиметров ртутного столба для предотвращения притока внешнего воздуха внутрь, в том числе и зараженного отравляющими веществами. Убежище рассчитано на 460 человек. В пункте управления защитного сооружения разместится руководство. Сотовые телефоны здесь, разумеется, не ловят, зато есть автономная выделенная линия. Так что связь по стояльцам будет обеспечена в любом случае, как и кислород, даже если снаружи воздух будет заражен. Отдельными элементами защитного сооружения являются фильтры вентиляционные, где размещаются батареи фильтров-поглотителей, вентиляционные установки, средства регенерации воздуха, специальные воздуховоды и герметические клапаны. Также у убежища есть запас воды, как технической, так и питьевой. Всего более 45 тонн. Автономный источник, электроснабжение, продовольственные запасы и лекарства пополняются непосредственно перед заселением в убежище людей. А вот склад защитного инвентаря, который хранится здесь постоянно и в любой момент должен быть готовым к использованию. Здесь есть все на все случаи жизни. Каски, специальная одежда, трехъярусные койки на 225 человек, ну и, конечно, противогазы. Много противогазов. Если точнее, 600 штук должно хватить на всех. В убежище предусмотрено три запасных выхода и на случай, если они окажутся по какой-то причине заблокированными, два лаза. На поверхность. Все, разумеется, загерметизированы. Не пятизвездочный отель, но жить можно. О, нет. Такое не надо снимать. От спасения под землей на поверхность. Чистота – залог здоровья, особенно при радиоактивном, химическом или бактериологическом заражении. Ежегодно в рамках Дня гражданской обороны проходят тренировки санитарно-обмывочных процедур для горожан. Но немногие знают, что эта же процедура предусмотрена и для общественного транспорта. Сначала внешняя обработка троллейбуса моющим и дезинфицирующим средством, затем внутреннее. Важно не пропустить ни одного участка, иначе при реальном заражении все труды пойдут на смарку. На чистой зоне вытирается, высыхает, сушится полностью подвижной состав. На выходе уже тоже будет происходить проверка, что нет отравляющих веществ, подвижной состав не заражен. Надеяться на лучшее, готовиться к худшему – вот основной принцип Дня гражданской обороны. Теперь, когда действия при любом виде угрозы горожанами отработаны, даже апокалипсис. Ивановцам не страшен.